Ишел на работу, зашел в магазин, купил продукты, вышел, меня поймали ТЦК, наша, измаильская. Погрузили меня в машину, не дали ни связаться ни с родственниками, ничего, загрузили, привезли меня в военкомат. Быстро прошли медкомиссию, буквально там за минут пять, полностью все штампы, все полностью это. После медкомиссии меня погрузили в автобус и сразу отправили в зону боевых действий. Обстановка подразделения не очень. Она и есть как бы негативы, есть и алкоголики, есть и планокуры, есть и другие способы принятия, ну, вживания наркотических, алкогольных средств. С наркотиками помогали волонтеры, об этом знал и офицерский состав, и сержанты, как бы они все это знали. Может быть, что они от этого что-то имели, какой-то процент, может, какое-то удовольствие получали. Ну, с алкоголем, с наркотой проблем как бы не было. В нашем подразделении отказников много. Ну, все уходят, им как бы за это ничего, просто присылают других людей, и их не ищут. Ищут только через время, и за это их не садят, за это их не убивают, за это их никуда не отправляют. Они живут своей жизнью. Был один случай, что человек нанял адвоката, адвокат решил его вопрос, ему дали год условно, и он сидит дома, дальше работает, семья рядом, он не воюет, живет хорошо, довольный. И про него просто все забыли. Наши сержанты поступают с отказниками, могут избить, могут напугать чем-то. В основном отправляют на 2-3 недели на позиции и просто забывают про них без воды, без кормежки. Просто, ну, человека не существует для него. Нас привезли на позиции, поставили на позиции, сказали, что по кругу все свои. Мы стояли на позиции, через некоторое время нас штурмануло российское подразделение. Начали закидывать гранатами окопы, начала стрелка дня. Сразу у меня 2 товарища, сразу 200. И я сразу начал кричать, что я сдаюся. И это и люди взяли меня в плен. Я сдался добровольно, потому что жизнь важнее. У меня был всего лишь один автомат. У товарища один автомат, немножко боеприпасов, пару гранат и один пулемет. Как бы, ну, мы этим, ну, оно не было работоспособным. Нам говорили, чтобы мы много себе ничего не брали. Говорили, все будут подносить, будут полностью всем обеспечивать. Мы ничего не увидели. Нам ничего не привозилось, ни еда, ни вода. Ну, то, что мы, как бы, с собой взяли по бутылке воды, вот тем мы с собой и обеспечивали. А так, нас просто кинули. Хочу обратиться к оставшимся гражданам Украины. Вы как бегали, бегайте. Если где-то встретите нашу добровольную группу ТЦК, наши военкоматы, просто бейте их, колени отбивайте и руки отбивайте им. А вы как бегали, так и бегайте. Не надо идти воевать.